Правдивый этот лайфхак. Это грустно. Идем дальше, я открою лучше видео. Я взяла две пальчики на всякий случай, что вдруг я про рукопоплю. Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами будет кукинг. Мы будем делать... Вообще, ну как бы кукинг это считается. Но я также буду проверять лайфхак из тиктока. Рецепт тортика без выпечки. То есть мы его не будем ставить в духовку или в микроволновку, или на плиту, короче. Этот торт мы будем делать без запекания. Надеюсь, что у нас получится, потому что я перед этим видео специально сходила в магазин за всеми ингредиентами, потому что, ну, некоторых ингредиентов у меня не было. Мне понравился этот рецепт. Во-первых, я очень люблю чизкейки. Во-вторых, я очень люблю, в принципе, тортики. Не сказать, что я сильно люблю прям именно печеньки Oreo. Как-то мне они в какое-то время надоели. Не знаю, может, я их как-то слишком часто кушала. Короче, не помню. Давно я как-то уже... Много надоели печеньки Oreo, поэтому я сегодня решила сделать тортик Oreo. Название такое интересное. Чизкейк Oreo без выпечки. Ну, как бы, звучит заманчиво. Как минимум для меня это заманчиво, потому что духовка в этой квартире не работает. Соответственно, я не могу ничего выпекать. Это грустно. Но весело, что есть рецепт чизкейка без выпечки. Короче, я надеюсь, вы поняли суть этого видео. Мы проверим, насколько же правдивый этот лайфхак. И, к счастью, в этот раз у нас нет риска на то, что я спалю хату. Я думаю, что нам можно уже поскорее начинать. Но перед началом не забудьте обязательно подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны, а также активировать колокольчик, который находится рядом. Обязательно, ребята, нажмите на эту яркую красную кнопочку внизу, потому что для меня это очень важно, так как у нас скоро будет 500 тысяч подписчиков. Если вы все уже сделали, тогда можно начинать. Пройдемся по списку, что нам понадобится для этого рецепта. И также, в принципе, подготовим все ингредиенты. Сразу не будут у нас здесь. Печеньки Oreo. Кстати, когда я их брала, я подумала, может быть, мало ли там будет вот такая же печенька. Кстати, сейчас это проверим. Но я сомневаюсь, что производители будут заморачиваться, чтобы вот так вот делать печеньку, как футбольный мячик. Сомневаюсь, я очень веду. Наверное, там обычные печеньки. Идем дальше, где я открою лучше видео. Также нам понадобится сливочное масло. Масло. Сливки. Молоко. Желатин. Я взяла две пачки на всякий случай, что вдруг я прорококоплю. Также, конечно же, сахар. Еще в рецепте было сказано про сыр. Я... Ну, там не было уточнений, какой именно сыр нужно было узнать. Понятно, что там не моцарелла, например. Я взяла рикотта. Надеюсь, он подойдет. Еще там сказали ванильный экстракт по желанию. Я его не нашла, поэтому пофиг. Ну, по желанию, поэтому. И, собственно говоря, это все ингредиенты, которые нам сегодня пригодятся. А теперь будем действовать рецепту. Следовать рецепту. И все это смешивать вместе. Только есть одно но, что потом нам надо этот чизкейк оставить на несколько часов в холодильнике. Поэтому сразу, к сожалению, мы это попробовать не сможем. А с моим терпением далеко с таким рецептом не уйдешь. Ну, ладно. Хорошо. Начинаем кукинг. Я уже раздолбила печеньки Oreo. Взяла я две пачки, то есть 8 штучек печенек. Теперь заливаю сюда сливочное масло. Что самое ужасное в этом рецепте, там нет абсолютно никаких пропорций. Поэтому делаем все, видимо, на глаз. Так, заливаем сюда сливочное масло. И теперь нужно замешать. Сейчас мне даже кажется, что я взяла недостаточно много этого печенья. Но, ладно, мы сделаем маленький тортик. А еще у меня есть формочки какие-то специальные для тортика. Потому что я как только увидела этот рецепт, сразу же захотела повторить. Так, ну, посмотрите, что у нас сейчас получается. В принципе, все похоже на то, что было в видео. И это радует. Вообще, дальше нам нужно сразу это все заложить в формочку. Но я пока что не буду так торопиться с этим. Лучше потом все это заложим, чтобы пока что не переключаться. Давайте лучше сейчас сделаем вторую часть этого рецепта. Это сама верхушка, самая вкусная часть. Пока что отставляем все то, что мы тут натворили. Берем отдельную тарелочку и растапливаем в ней желатин по инструкции. С желатином я уже все сделала по инструкции. То есть, если у меня вот такой желатин, все сделала по инструкции. У меня было два пакетика, соответственно, 20 грамм этого желатина. Я развела со стаканом сейчас холодной воды. Теперь это оставляем набухать. Вот, пока что желатин оставляем, короче, и переходим к кремовой основе. Берем другую тарелку. В ней смешиваем сыр. Опять же таки не сказано абсолютно, чего, сколько класть. Ну, ладно. Сыр. Я выводила прям всю упаковку. У меня тут 200 грамм. Ну, там в видео тоже много взяли, поэтому нормально. Дальше сливки. Тоже не сказано, сколько процентов. Ну, скольки процентные сливки должны быть. У меня они 10-процентные. Ну, зальем вот столько. И также добавляем сюда сахар. А теперь это все нужно взбить. Либо плентером, миксером. Вот. Ну что ж, погнали. Сейчас это все замешаем и покажу вам, что получается. Посмотрите, что у меня получилось. Сейчас сравню это с консистенцией, которая получилась в видео. Ну, в принципе, все похоже. Я бы перемешала еще побольше, чтобы масса стала более воздушной, что ли. Вот сейчас эта масса стала определенно еще по... Ну, еще лучше. Похоже, что это было в видео. И делаем дальше. Вновь отставляем наш крем. Все же, давайте сейчас вернемся к нашему печенью и выложим его в формочку. В формочку сейчас попробую найти что-то подобное. Не знаю. Все-таки мне сейчас придется побольше печенек раздолбить, потому что реально массы очень много, а печенек мало. Мы что-то раздавили. Давайте сейчас еще дополнительную партию печенек пригоним. Посмотрите, как я все это утрамбовала. Прям идеально. Только не предположу вообще, как мы это будем все вытаскивать. Но если что, у нас будет все не как у нормальных людей, и чизкейк будет сверху вниз, а снизу вверх. Короче, ну это же мы все-таки, ладно. Думаю, вы меня это простите, потому что реально ехать за формочкой на другую, не знаю, конец города, я даже не знаю, где такие формочки продаются, это было бы очень, очень долго. Что делаем дальше? Теперь нам нужно наш набухший желатин, кстати, вот он, добавить в молоко, а потом все это залить вот в эту вот массу сыром. Ну давайте это сейчас и сделаем. Другую тарелочку сейчас заливаем молочком. Опять же таки, не сказано, сколько молока надо заливать. Ну да ладно. Заливаем сюда желатин, перемешиваем это. А теперь это вот ставим в микроволновку, чтобы желатин растворился. Так, все, желатин полностью растворился. Теперь заливаем все это в нашу массу сыром. Ну я думаю, что не все прям. Залью вот так, чтобы масса не стал совсем уж прям жидкой. Сейчас посмотрю лучше по видео, сколько они там добавили. Примерно вот столько залью. И вновь замешаю все это. Очень-очень тщательно. Сюда еще также нужно измельчить немного крошки печенья. Только не так уже мелко. Думаю, вот так достаточно. Теперь замешиваем. Я не знаю почему, но мне кажется, что эта масса не станет такой твердой, какой должна быть. Но мы все-таки будем надеяться. В любом случае это будет вкусно. Так, теперь это просто все заливаем. Вот на наше вот песочное тесто. Надеюсь, что все в итоге будет хорошо. Итак, сейчас так печеньки еще распределим немножечко. Теперь убираем все это в холодильник на несколько часов. И увидимся с вами уже завтра. Прошло уже 24 часа. Я уже в другой одежде. И надеюсь, что у нас чизкейк замерз. Ну, вроде бы, видите, он уже как бы застыл там. Теперь задается лишь только вопрос, как нам его оттуда вытащить. Я попробую, конечно. Если не получится, то будем просто ложечки ковырять. Если у вас есть форма для тортика, которая как бы специальная, то тогда это будет вообще классно. У меня такой нет. Так, ну слушайте, ребята. Слушайте, это сейчас выглядит как тако какое-то. Но он, по крайней мере, достался. Мы уже не будем это все ковырять ложкой. Давайте попробуем это скорее. Просто сделаем вид, честно, что у нас все вытащилось, все ровно, все четко, как и должно быть. Попробуем. Ну, что я могу сказать, это очень-очень вкусно. И даже не важно, ровно оно выйдет из формы или нет, оно в любом случае вкусно. Поэтому всем советую такое повторить дома. Не нужно ничего выпекать, все так шикарно, такой нежный на самом деле он получился. Лайфхак, рецепт, как хотите называйте, это очень классный рецепт. Лайфхак, он очень классно работает. Поэтому всем вам могу советовать. Ну что ж, на этом данное видео подходит к концу. И я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забудьте его обязательно оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Также не забывайте, что есть в других соцсетях, лайки и инстаграм, а ссылочки на них всегда есть в описании. А я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю. Спасибо всем большое, кто был до конца этого видео. И всем пока-пока!